Здравствуйте, друзья! С вами канал New Rush World. Наша ежедневная информационно-аналитическая программа. Я ее ведущий Александр Глушенко. Сегодня ничем абсолютно не примечательный день. Я отвечаю на ваши вопросы. И один из вопросов, кстати, от Сергея Стрипухина. Сергей Стрипухин. Он поступил еще к субботе. Нет, нет, нет. Прошу прощения. В понедельник. Речь шла о том, каким образом российское телевизионное руководство, руководство Министерства культуры могло пропустить на Оскара, могло пропустить на вот эту самую презентабельную, скажем так, самую гордую, самую высокую кинематографическую премию пропустить фильм Андрея Кончаловского о событиях в Новочеркасске 1962 года. Я понимаю так, что зритель наш конкретнейшим образом озабочен тем, что события 1962 года в городе Новочеркасске вполне могут повториться. И что, в принципе, вся ситуация на сегодняшний день в стране постепенно идет к ситуации 1962 года. И многие мне задают вопрос, ну как к бывшему силовику, никуда от этого не денешься. Многие меня за это, конечно, проклинают, там начинают писать всякую хрень, всякие там лужки, мужи-лушек. Давайте, 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 злитесь. А я вам ясно, четко говорю, что события 1962 года вполне могут повториться. На месте событий 1962 года в городе Новочеркасске я был лично сам специально, еще когда был действующим военнослужащим. Я был на этой площади перед городской администрацией. Тогда это был городской комитет КПСС. Я видел деревья, которые прошиты пулями. Я видел те деревья, с которых падали дети, которых расстреливали солдаты 14-й танковой дивизии. И что характерно, это были не какие-то специально подготовленные молодчики, а это были не кто иные, как колхозники, рабочие от станка, простые люди из какого-нибудь профтехучилища или техникума, которых призвали в армию. И они стреляли в своих сограждан. Каким образом? Российское руководство кинематографии, там же есть какой-то у нас комитет по кинематографии, есть у нас Министерство культуры, есть структуры. Дело в том, что, понимаете, ни один Андрей Кончаловский не сможет никогда снять фильм без государственного финансирования. Это вот, допустим, в Америке, там финансирование кинематографической отрасли идет из частных структур. То есть, появляются меценаты, появляются спонсоры и каким-то образом финансируют кинематографическую отрасль. В России все фильмы снимаются, ну, отчасти, процентов на 15, процентов на 20. Я специально с этой целью беседовал с одним из режиссеров. Хороший мой знакомый, он документалист, правда, не художественный режиссер. Я просто беседовал, я говорю, ну, Григорий, каким образом ты получаешь финансирование для своих проектов? Он говорит, ну, каким-каким. Вот идем в Министерство культуры, запрашиваем там определенную сумму денег. Если Министерство культуры не в состоянии обеспечить эту сумму денег, если у него ее нету, потому что мы знаем, что Министерство культуры, Министерство образования и Министерство здравоохранения финансируются по остаточному принципу. После, значит, Федеральной службы безопасности, Министерство внутренних дел, Министерство обороны и Министерство по чрезвычайным ситуациям. Все остальные исключительно по остаточному принципу. Вот эти вот социальные, так называемые, Министерства. Да. И что получается? Каким образом Андрей Кончаловский насобирал столько денег, чтобы снять прекрасный фильм? Насколько я знаю по отзывам, мне посмотреть его, к сожалению, не удалось. Я надеюсь, что каким-то левым, кривым, подпольным образом мне удастся этот фильм посмотреть до того, как он будет представлен на Оскар. Ну, у меня есть такие возможности. Вот через моих друзей кинематографистов, журналистов, я его, конечно, посмотрю, оценю. Но на данный момент дело в том, что впервые за многие годы российский фильм, и именно фильм о жестких политических событиях 1962 года, расстрела, разгона, мирного протеста новочеркасских рабочих. А Новочеркасский, я напомню, это город, не маленький, скажем так, это город-спутник Ростова-на-Дону. Ростов-на-Дону, если вот вы знаете, на сегодняшний день это пару миллионов человек, а Новочеркасска это где-то, ну, тысяч триста населения. Это город-спутник. И в Новочеркасске все прекрасно помнят эту трагедию. Мне в Новочеркасске пришлось некоторое время даже жить. Вот так получилось, и люди отзываются, рассказывают о том, что было в 1962 году. Хотя меня лично в 1962 году не было, но есть пожилые люди. Есть люди, которые передают эту народную молву, это народное впечатление из уст в уста, и рассказывают о 1962 году. Это было не что иное, как резкое снижение заработной платы на Новочеркасском электровозостроительном заводе, NEVS, NEVS так называемый. Я был на этом заводе. Ну, где строили электровозы, собирали электровозы, проще говоря. И резкое, ну, процентов на 20, повышение цен на мясо и масло. Два основных социальных продукта. Извините меня, кусок говядины стал стоить не рубль 20, а рубль 60. Ну, к примеру, да. А кусок масла стал стоить не 60 копеек, а стал стоить 80 копеек. И вот в связи с этим, да, и зарплата снизилась. У рабочего зарплата была 160 рублей, она вдруг почему-то стала 120 или 130. Да, вот того рабочего, который собирал тепловоды. Чем интересен вот этот вот факт Новочеркасский? Вы понимаете, что город Новочеркасск это исторически, исторически, если кто-то из вас бывал, кто-то там ходил по нему, кто-то изучал историю этого города, а мне пришлось этим заниматься. Это исторически столица Донского казачества. Это так и была Донская столица, не Ростов-на-Дону. Ростов-на-Дону это был больше такой купеческий, коммерческий город. А вот столица Донского казачества, Донское атаманство стояло именно в городе Новочеркасске. И извечные, многолетние, многосотлетние, скажем так, склонность новочеркасского населения казачьей вольницы, несмотря на то, что даже при царе это было военное сословие, которое служило царю, скажем так, что вот это вот извечное стремление к свободе, вольный казак, есть такое понятие, вольный казак, вот эти люди, они подняли свой голос в свою собственную защиту против того самого беспредельного, гнусного, омерзительного, много лет издевающегося над своим народом коммунистического режима, который многие наши зрители, я специально над вами издеваюсь, поддерживают. И они подняли этот голос, и они вышли на эту площадь, и они пришли в это здание администрации, или в тот момент районного или городского комитета КПСС, и они были расстреляны. Расстреляны было несколько десятков человек. Сейчас, даже сейчас, уже сейчас, вот в нашей демократической стране данные разнятся. Полных конкретных данных нет, но я вам могу сказать так, что Россия на данный момент движется примерно в этом же направлении. России нужны новочеркасские. Слово «нужны» понимайте так, как вы хотите понимать. Всего вам доброго, спасибо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова